Насколько велико вероятность вашего боя с Макгрегором? Больше ничего, задача левая. Давайте детально об этом турнире расскажите. Давайте без Макгрегора все вопросы, пожалуйста. Кто пригласил на этот турнир? Как проходит твое впечатление, эмоции? Возможно профессиональный взгляд ребят, которые здесь выступают? Я уже пятый раз в Пензу. И именно в Пензу я приезжаю по приглашению Сергея Жаткина. Он здесь проводит и семинары, и турниры вот такие серьезные проводят. Сам турнир, конечно, очень на хорошем уровне. Провели и бойцы, и бои самые хорошие. Много людей, очень пришло 3-4 тысячи человек. Мне, как профессионал, это очень нравится. У нас в команде очень много титулованных бойцов. Но сегодня выступают бойцы, которые только начинают. Умар, Нурмагомедович, Шамиль Тимирхан. У них только по одному бою профессиональных. А Магомедхан уже третий бой проводит. Ну, только начинают они. И для них это очень большой турнир. Твое любимое блюдо, ты можешь сказать просто ребятам, передать привет? Ну, всем привет. Из Саратова, из Саранска, из Пензы, из Толят и всем, кто передает. Ну, блюда... Я особо не отказываюсь от ни одного блюда, так скажем. Главное, чтобы в горячем виде подавали. А так, аварский хинкал. Мы же дагестанцы. Знаешь, почему я задал этот вопрос? Потому что, когда я смотрел твою подготовку с Майклом Джонсоном, ты говорил, что сейчас у меня диетолог, и я там как-то был не совсем доволен. Вот после того, как бой прошел, ты вздохнул, отъелся. Что первое, что ты пошел и поел? Так как ЮСАДА запрещает хинкал, потому что там слишком много допинга содержится. И перед боем я только курицу кушаю. А после боя уже переходим на хинкал. То есть ударился в разнос. А какие еще ограничения ты испытал во время подготовки? А чему ты действительно по-человечески радуешься? Все, что я делаю, это для меня обычное дело. Просто самое тяжелое, это когда семью не видишь, там, родители, маму, папу, семью свою, ребенка своего, там, друзей, близких. Постоянно в зал, тренировки. И я нахожусь в Америке. А так все остальное нормально для меня. И диета, и тяжелая тренировка, это все часть моей работы. Так что я к этому нормально уже отношусь. Просто что ты посоветуешь начинающим бойцам, чтобы стать номером один? И каково тебе быть номером один? Я вижу каждый раз, как ты переживаешь, и всех своих бойцов называешь именно братью. Ну, пока вот ты не сказал, я особо не думаю об этом. Там номер один, номер два. Живу, да, своей обычной жизнью, как я жил до того, пока стал номером один. То же самое, там ничего не изменилось. Просто я сам, когда рос, у меня тоже были рядом. Старшие братья там, друзья по тренировкам, так скажем. И я на них рос, и сейчас я вижу, что на мне тоже молодые растут. Так что помогаю. Ничего такого здесь нету, я не вижу здесь что-то глобального. И план следующий бой, где, когда, с кем? Какие новости вообще есть от ЮСИС? 4 марта. Я хочу драться с Фергюсоном, так как надо драться с сильнейшими. Ну, конечно, хотелось бы за настоящий пояс. Но так как Макгрегор взял перерыв. А насчет соперника нету пока что. Кого дадут, с теми подеремся. Кто там, Альдо, Киезо. Там уже без разницы будет. Хабиб, а вот еще, ты лучший боец сейчас в ЮСИИ. Единственный, скажем так, из России. Кого ты видишь таким достойным преемником, кто, может быть, тоже после тебя пойдет в ЮСИИ? Я думаю, в тяжелом весе, я думаю, Минаков мог бы чемпионом ЮСИ стать. Я бы отметил, наверное, из тех, кто выступает в ЮСИ, можно Ислама Махачева отметить. Не знаю, Магомед Бибулатов. 57 килограмм его только подписали. Также есть другой тяжеловес, Сергей Павлович. Он с моей командой. Сигул с ММА. Я думаю, у него тоже очень большое будущее. Он 24 года. Это только начало для тяжеловеса. Но есть очень много бойцов. Сейчас у нас ММА сильно растет. И с каждым годом будут появляться еще более такие молодые звезды. И этому не к чему удивляться. Потому что у нас ММА очень сильно растет. С какого возраста, ты думаешь, надо выпускать молодых людей на ринг? Именно профессионально. ЮСИИ, ММА. Ну, если я, например, руководил бы. Это мог бы контролировать. Я бы, наверное, меньше 20 не пускал бы. Потому что как-никак бьют. Это не боксерские перчатки. Это четырехлунцовые маленькие перчатки. Много свечек получает молодежь. Много нокаутов. Сотрясение мозга. Но я думаю, меньше 20 не пускал бы. Просто меня отец сам не пускал. До 21 года я даже спарринга не делал. Да, я тренировался в ММА. Но у меня спарринга вообще не было. Уталог тогда до скольки? Человек сам может решить. А в юном возрасте чуть кровь кипит. Я помню, когда 17-18 лет я тоже хотел рваться, драться. Отцу говорил, сделай мне бой, сделай мне бой. Думаешь, ты самый сильный. Особо мозгов тоже не бывает. И нужны определенные правила, чтобы ему следовало. Я не могу здесь драться, так как у меня контракт. UFC это организация. Это лучшая организация в мире, которая проводит бои в смешанном стиле. У меня с ними контракт. Я могу проводить только под эгидой UFC бои. Если UFC приедет в Пензу, я, конечно, здесь поддержусь. Есть приглашение в городе Душанбель, Набатовская область. Там очень много фанов у вас. Там все поддерживают, все пишут. Как бы туда ехать? Я через пару дней в Америку улетаю на подготовку. Но у меня есть приглашение в Таджикистан. Правильно же? Таджикистан это, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, 25 марта будет. 25 марта. Ну, в конце марта я буду там. Только никому не говори там. Я прилечу.